ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Продолжается Ведьмак, многие пишут, что будет тяжко, тяжко с боссами, тяжко вообще, без сохранений в основном, без моих, где был лютый шмот, уже набитый левел приличный, но в принципе будет, я думаю, даже поинтереснее заново одевать Ведьмака, на этот раз я уже не буду крафтить ведьмачьи шмотки, придется жить какими-то подручными материалами. Ну да ладно, побочные квесты я тоже думаю, что не буду записывать, потому что, ну, хрен ли резину тянуть. Для этого есть уже один летсплейщик, который брезгует фаст-тревелами различными. Я никогда не видел тебя такой. А какой ты ее видел? Какой такой? Ну не знаю, романтичный. Ну да, в книге она ему сразу ждала. Я вижу тебя в окружении бинтов и медикаментов, да еще и всю в крови. Там романтики не было. Потому что ты обычно приходишь, когда я работаю, а сейчас я не работаю, жду тебя и плиту венок на свадьбу. На чью свадьбу? А я не знал, что ты выходишь замуж. Не я, глупый. Моя подруга. И тут камень из души. А кстати, может, ты захочешь пойти со мной? Ой, да базара нету. Есть счастливая традиция, что свидетельницу надо приходовать. Та-да, все, будет это там, типа это, брак будет крепкий, все дела. С удовольствием. Замечательно. Значит, договорились. Ты не забыла к отдельнице? Разумеется, нет. Поэтому, девочки, будете выбирать себе подругу-свидетельницу на свадьбу, берите самую прожженную шлюху, чтобы обязательно она кому-нибудь дала. В идеале свидетель. Спасибо. Может пригодиться. Я не знаток традиции, за что купил, за то продаю, просто слышу. Пошли? Да, погнали. Сделаем это. Выкопаем Ольгерда, или как там его. А книга не врала. Это место действительно производит впечатление. Да жди, впечатлительная. Надо куда-то эту кадильницу же поставить. Где она? Вот она. Зеленый фонарь у меня, к сожалению, отобрали, которым я светил вместо факела. Меня убивает то, что она на кладбище бежит впереди меня. Вроде бы не было денег на содержание. Оу, как-то там немножко слишком страшно. Рота бнищал. Тебе не нужно идти со мной. Можешь подождать здесь. Так, наверное, будет лучше. Ага. Если что-нибудь случится, то кричи. Кричи. И что ты? Прибежишь на помощь? Сиди в темноте и бойся. Береги себя. Пожалуйста. Ладно, шучу. Свечку так и быть оставлю. Не хочу добавлять тебе работы. Так, как работает кадильница? А вот он ее. Вот он ее достал. Ну а зачем она нужна? Вот я вообще ни в хрена не понимаю. Это не скелеп, это мавзолей какой-то. Ам, ни хрена не видно. Придется, придется черно-белым все сделать. Надеюсь, вы не против. Блядь, где эта хрень? Вот она. Мне самого не нравится, как работают здесь вот эти кошачьи глаза. То, что все становится такое почти все черно-белое. Но по-другому просто, не знаю, факел. Факел носить одновременно с кадильницей ведьмак не сможет. Интересно, может тут кого-то похоронили с классным мечом в придачу? Вот этот гроб можно обшмонать. О-о-о! Нихуя я ванганул! Офицерская кривая сабля. Но у них в роду офицеры. Офицеры были. Это Гетьман, наверное, ебдеть. А, так тут можно зажигать же. Так, что там? Гетьманская. О, нифига какая шашка-то. Офицерская кривая сабля. О-о-о! Вот, вот, вот. Сто пробития доспеха. Мощь арда. Шанс критического удара. Шанс... О-о-о! Вот это я понимаю. Знали атаманы толк в шашках нормальных. Так, что, куда еще? Туда можно пройти по прямой? Видите, а так бы я сейчас сходил с мечами кота, да, за горбами. И не радовался бы найденной сабли, как ребенок, сука, последний. Мне бы еще серебряный меч нормальный найти. Ех бы пули мне, да, серебряный. Ох ты, сущая морда. Как? Что происходит-то, блядь? Твою мать. Ты меч будешь доставать? А, к скодильнице нельзя. В пизду тогда ее убери ее нахуй. Шани! Как убрать это говно? Вот, выкинул наконец-то. Обратите внимание, какой круг у него магически большой стал почему-то. А, шашка, наверное, мощности. Да, ебись ты конем. Шашка мощности знака-то добавила? Блядь. Вот, сука, нихера они мощные. У меня вопрос, на кой хер мне кодильница вообще нужна, если она только драться мешает? Тварь, блядь. Накера, я ее достал раньше времени. Ее, наверное, надо достать, когда я тело найду. Так. Бареник чпык. Да что ж вы, блядь, вас тут сколько? Видно, рот у них был немаленький. Суть и по количеству пассажиров. Пассажиров в этом склепе. А босс, наверное, будет кто-нибудь полуночник или полуденник. Интересно, кончится ли на этом сюрприз. Главным боссом будет бабушка, которая хату оставила, наверное. Осмотреться. Да, осмотреться. Сейчас осмотришься. Так, погодь, ведьмачок, погодь. Где тут сохранение у меня? Вот оно. Так. Так. Сейчас, сейчас осмотримся. Сейчас. Вот, смотри. Меч. Атаманский. Сто пудово. Не, погоди. Давай сначала прочитаем. Этого мне, наверное, не надо трогать. Да ты что, обалдел? Витальд фон Эверик. Сын Богу Милла и Кристин. А, вот он Витальд. А это Витальд. Четвитуал. Нужно обкурить все залы в этом склепе. Обкурить все залы в этом склепе? Последний раз, когда мне такой план предложили, меня забрали в КПЗ. Так, у вас новый предмет для задания. Подготовьте его. Да я подготовил уже. Расслабься. Единственное, что я не знаю, как это делается. Я видел как-то. Попав с кадилом в церковь. Я был маленький. Жизнь и смерть. Пламя и кровь. Я был маленький. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Я был маленький, и меня крестили в церкви. Знаете, я уже рассказывал эту историю. Вели ты как друг, ибо и я тебе не враг. Ходил батюшка с кадилом, брызгал на всех водой и дымил. На меня водой брызгнул, а я маленький. Говорю, короче. Сейчас топну, полы провалятся, тогда и будешь тут ходить. Что-то такое. А, ну, естественно, это был час позора для моей мамы. Но все в церкви поржали. Видите, я уже тогда понял, что это шарлатан, и не надо вестись на их религию. Восстань из праха, тот, чью кровь я приношу. Ищу саблю, я заберу. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Витальд. Витас, ёптать. Приди как друг, ибо и я тебе не враг. Ну. А где шашка? Смотрите, меч пропал. А, вон он. А это что такое? Это еще не все, что ли? Ну. О. А здесь, наверное, самых... Самых почетных членов семьи похоронили. Дядю Витю, алкаша, и, ёптать. Тетю Машу, проститутку. Какой это такой? Ключ от склепа. Я... А, это кровь такая у него на лице? Такое ощущение, что он просто неосторожно ел хот-дог с кетчупом. Чё-то я немножко подочковываю. Поддаю тут. О, еще скелет. Автосейф. Чертеж, проходчик. Вырованная страница от Варзвиверна. Улучшенное седло кавалерийское. А, мне седло кавалерийское надо? О. Это... Это огонь. Окурить все залы. Да, последний зал в гробнице где-то в заднице находится. А это чё за лампочки? В черно-белом зрении не видно, каким цветом они горят. Может цветные? Может тут... Фиеста, фиеста? Улучшенный сон дракона. Лирийские усиленные кожаные штаны. Шкура, шнурок. Так, посмотрим, штаны не лучше ли моих. Эту свои я уже порядочно обделал. Нет, хуже. Еще и дешевка. Выкинуть. Как интересно тут. Что такое? Ох ты, еб твою мать. Они еще и плюются. Ты погляди. Мне показалось, что огонь должен пауков нормально долбосить. Нахуй там плавал, как говорил, конкурси. Да пиздюк ты, блядь. О, фаталити проканала. Так, что-то, бля, не к добру они какие-то бешеные мобы. Они, когда не могут сами задамажить, они плюются, сковывают. И уже после этого дуплят. Холст. Холст я представлял себе такой пергамент для картины. А здесь какой-то, какая-то тряпка и написано, что это холст. А, ну да, холст его же свернуть можно. И здесь, по сути, тряпчик. Сушеная вобла. О, кираса из Макдейры. Что за кираса? Кирасиром буду. Я у мамы кирасир. Как, блядь, сравнить предметы же было. А, о. Что-то я не понял. Тяжелый доспех. Брони дает меньше, чем халат, что ли? Банны. Продать. Однозначно можно будет продать. Что еще тут есть? О, камень, дождь, бог. Так, немного надо помедитировать, а то хилки кончились. А, фонарики-то не горят. Но здесь достаточно светло, в общем-то. На видео, возможно, будет темновато. Хотя я осветляю. И настраиваю вообще все для вас, все до вас. Уровни там, контраст, цветность и дела. Иногда на видео игра выглядит даже лучше, чем она есть на самом деле. Опа. Мне показалось, что-то красным горело. Баблинская. Интересно, нафига они денег перед гробами засыпали? Это, знаете, это, как его, традиция такая, типа, ну, ирландская, как мы видели в кино. Типа, чтобы там покойнику на глаза монетки, монетки класть, чтобы он заплатил за проезд по реке мертвых. Вот. А здесь столько денег насыпали, как будто чья-то теща умерла, и ей на дорогу дали, чтобы, чтобы она еще на чай хорону для скорости накинула. Чтобы он быстрее греб, греб, работал веслами на пути к аду. Слушайте, сколько грибов выросло на этой могиле. Кто тут помер, интересно. Офигеть. Можно и в лес не ходить за грибами, все здесь. О, афирские шаровары. Это тема. Да, блядь, ты монеты возьми, нахер ты балуешься. Нам еще дом покупать этому уроду. Так, афирские штаны, это хороший знак, они... О, легкий доспех. Ай, шайтан, красота какая. И везде кольца, кольца. Деньги, кольца. Золотые, серебряные, с камнями. Надеюсь, он не будет против, что я всю родню его ограбил тут. Ну, ибо нехер посылать меня в такие места. Давай. Читай мантру. О, духи мертвых. Нимфы и пастухи. Идите проще. Чё, оно не работает? Чё я не сделаю? Вот это... Вот это баг, походу, уже какой-то. Непонятно почему, но... Кадила здесь не работает. Чё он молчит-то, сука? Утырок. Позвать лошадь. В чём дело-то? Может, я не на том этаже, наверное? Надо, типа, ниже. Вот подстава. Кто-то загасил все факелы. О, давно это они здесь открыли? О, золотая кружка. Золотое блюдо. Непринаду тут вот такая. Рот обнищал у них. Я смотрю, конечно, рот обнищал. Они всё своё, это... Всё приданное похоронили тут с кем-то. Этому на дорожку золотое блюдо. Этому на дорожку золотую чашку. Всем кольца. Монет навалить. Чтобы идти посюда ещё мародёры не залезли, да? Ну, конечно. Ведьмак единственный, для кого нет ничего святого. А чё эту игру невозможно сохранить? Не гоните. Я найду, как сохраниться. Так. А, надо теперь зажечь эту хрень. Воу. Ну, давай. Восстание, зомби. Пламя и кровь. Жизнь и смерть. Приди. Тот, чью кровь я приношу. Это песня Вики Цыгановой? Пламя и кровь. Жизнь и смерть. Добро и зло. А выбрать... Ты призвал меня, кто бы ты ни был. О. Моё имя Геральд. Я здесь, чтобы пробудить дух Витальда фон Эверика. Твоё имя и цель не имеют значения. Ибо ты не покинешь это место живым. Ты дух Витальда? Пират, что ли? Кто спрашивает моего внука? О, бабуся. Это не важно, Адората. Я хочу знать, откуда у него кровь нашего рода. Ибо только кровью Эвериков можно пробудить души Эвериков. Сие правда. Насколько я знаю, из нашего рода в живых остался лишь Ольгерд. Да значит, этот человек пролил кровь твоего внука Гейстут. Витальда нет среди нас. Его брат Ольгер сказал меня. Ты встретишься с Витальдом, зато никогда уже не увидишь Ольгерда. Бля, у вас родня я... Ведьмак, ты бы начинал оправдываться. Может... Может смогли бы, блядь, уладить как-нибудь мирным путём. За кровь Ольгерда. Так, за кровь Ольгерда. За кровь и двор херачил упор, ёпта. Бабку, бабку бей. Она, сука, походу самая боевая там. А почему мой меч сломанный? Чёрт. Блядь. Вот они бьются, блядь. Сука, так фанаты не пиздятся. Футбольные. Видали, как покойники стреляют? О, первый пошёл. Появился шанс. Я ведьмак, могли бы и заметить. Бабуся. Блядь, сука, старая. До пенсии ты уже лет 50 не ходила, а всё злая. Да, вырыватели, ёпта. Ну, бабку-то, бабку-то. О, затащил. Убил кучу пенсионеров, герой. Ну и ну. Надоедливые сукины дети эти Эверики, а? Не говори. Манал я весь твой рот. Кто ты такой? Тот, кого ты ищешь. Витальд фон Эверик. Брат Ольгерда. Я и забыл, что не могу себе даже яйца почесать. Хотя, с тех пор, как я умер, яйца у меня вообще не чешутся. О, да ты шумик. Я не хотел драться с твоей семьёй. Они это начали. Мне нравится этот чувак. Я мёртвый, а не слепой. Я хотел посмотреть, как ты справишься с этими заносчивыми засранцами. Ну и с бабулей. Они всё равно мёртвые. Хуже уже не сделаешь. Бабули. Дедов много, а бабулька одна, кстати, почему-то. А теперь говори мне, откуда у тебя кровь Ольгерда. Если ты причинил ему вред, я тебя убью. Я получил её от одного общего с Ольгердом знакомого. У меня к тебе важное дело. Я трую. Так что мне плевать на твои важные дела. Единственное, чего мне не хватает после смерти, это, скажем, добрые забавы. Да что поделать. Ты говоришь, что не прочь развлечься. Я здесь как раз за этим. За то всем. Я прислал твой брат. Ну и как он? Эх, много бы я дал, чтобы с ним повидаться. Этого не будет. Но, может быть, тебе удастся испытать что-то такое, что будет интересно покойнику. Пока я бабулю пиздёхал, ему весело не было? Как ты её возьмёшь, что-то придурок? Чтоб тебя черти взяли. Ты ж дух, ты не можешь ничего взять. Хм, ты ж дух. А, всё время об этом забываю. Ну и как же мне прикажешь наслаждаться? Ни кружки взять в руку, ни сабельки. Девушки как следует в танцы не прижать. Уж придётся как-нибудь обойтись. Пошли. Так, может, я его саблю возьму? Никуда я не пойду. Ты должен сделать так, чтоб я развлекался? Так придумай, как мне это устроить. Так. Оживи моё тело. Это некромантия. Я не сумею. К тому же, она ведь разлагается. Ну тогда придумай что-нибудь ещё. А в таком виде я никуда не пойду. Давай я тут Шани дрюкну, а ты подрочь. А, ну да, ты же не можешь яйца чесать. О, в Шани. Думаю, я мог бы сюда кого-нибудь привезти, а ты бы мог взять взаймы его тела на один вечер. Ты хочешь, чтобы я в кого-нибудь вселился? Ну, да. А допустим, я соглашусь. Чьё это будет тело? Не знаю, кого-нибудь из людей Ольгерда или кого-то из селян, кто согласится на это за деньги. О, вот уж нет. Не полезу я в шкуру дружбана или какого-нибудь немыльного деревенщина. Да ёб твою мать, а что тебе нужен-то? Но у меня есть идея получше. Ой, ведьмака, что ли, в Селесу? Но нет, и речи быть не мог. Да, вот именно что да. И кем я буду играть теперь? Витальдом или Геральтом? Геральт! Очнись! Открой глаза! О, сейчас Витальд, походу. Где же нюхательная соль? Ну, какая разница? Кто-то же должен был её приходить. Стоило умереть, чтобы полежать на таких чудных коленках. Интересно, что же там скрывается повыше? Ты с ума сошёл? Да, как только тебя увидел. Погладишь меня по роже ещё минутку, и я буду готов провести вечность в теле пса, чтобы виться у твоих очаровательных ножек. Складно пиздит. Геральт, да что с тобой происходит? Геральт, я Витальд. О, что? А, ну ладно, погоди минутку. Нет, я определённо не люблю, когда в меня вселяются. А Шань его видел? Если бы ты так не сопротивлялся, не потерял бы сознание. Геральт, ты можешь мне объяснить, что тут происходит? Это всё он виноват. Моё почтение, целую ручки. Кто? Ну он, брат Ольгерда. Геральт, здесь никого нет. Похоже, твоя прекрасная подруга меня не видит и не слышит. Может, это даже к лучшему. О, я знаю, о чём он подумал. А Стэв Шани в покое. А, так вот, значит, как её зовут. Имя в самый раз для такой красавицы. Я теряю терпение. Я тоже. Ты можешь мне объяснить, наконец, что здесь происходит? Оу, как я люблю нетерпеливых! Я должен сделать так, чтобы Витальд фон Эверик развлёкся, как никогда в жизни. Но так уж вышло, что он дух. Так что, мне придётся одолжить ему своё тело. Погоди, то есть сейчас он в тебя вселился? Нет, сейчас нет. Сейчас стоит рядом и пялится на тебя. Но когда я буду одержим, все мои слова и действия на самом деле будут принадлежать ему. А что, если я захочу поговорить с тобой? Ну, тогда пусть подойдёт и попросит, чтобы я на минутку вышел. Тогда ты должна его попросить, чтобы он на минутку вышел. Понимаю. Когда вынимаю? Замечательно! Ну так как, моя сладкая? Может, выйдем из этого мрачного склепа? Тут недалеко такая роща, где поцелуи на вкус слаще всего на свете. Я так понимаю, что сейчас ты уже Витальд. Похоже, мне не составит труда отличить тебя от Геральда. Какая разница? Типа, этому уже не дашь, что ли? Начнём клеить. Не уходи от темы, ласточка. Если роща тебе не подходит, можем сразу перейти к делу и спрятаться в стык гусена. Боюсь, я не хочу в этом участвовать, дух. Что поделать в таком случае? Пойду в ближайший бордель. У меня есть идея получше. Прежде чем Геральд призвал тебя, я пригласила его на свадьбу моей подруги. О! О небеса, вот так удачный день у меня сегодня. И что? Там будут... Не найдёшь в Ритании лучшего танцора, чем Витальд фон Эверек. За мной, лапушка. Развлечёмся, как никогда в жизни. Хорошо. Мне ещё надо переодеться. Так что можем встретиться у святилища. У-у-у-у. Это мне не по душе. Святилища. Как вам в святилище пойдёт, дура? Не люблю святилища. Я и при жизни посещал их только, чтобы ограбить. А после смерти они мне стали нравиться ещё меньше. А может, мы с тобой прямо на свадьбе и встретимся? Ну, кажется, у нас нет выхода. Великолепно. Тогда увидимся на месте торжества. Вот это прикол. А святилище – это там, где заключают брак. Свадьба эта празднуется в другом месте. Вот это девка. От такой запросто можно голову потерять. А это говорю тебе я, Витальд фон Эверек, которому чем попало, не угодишь. Ну-ка, честно мне скажи, как на духу. Есть между вами что-нибудь? Потому как, если что, я буду держаться подальше. А если нет, то... Ух, навестить бы с ней пару сеновалов. Было. А, вот это пиздёж. Было-было. Скажем, когда-то мы были друг для друга больше, чем знакомыми. Ага. Видишь, я сразу так и понял. Я такие вещи нюхом чую. Разбираюсь я в людях. Жаль, конечно. Я бы сам ею с удовольствием занялся. Но другу я свинью подкладывать не стану. Ну так что? Идём на эту свадьбу? Идём. Мне кажется, я потерял... Тогда веди, а я буду сразу за тобой. Потерял шанс посмотреть, что же будет с такой сена. Да, вот так согласился духу помочь, а потом тебя судят за изнасилование. Прелестная девица. И если ты её не трахнул, то сам дурак. И от неё лапы подальше. Так мне же развлечься надо. А что поделать, если я больше всего люблю с девками покувыркаться? Как непредсказуемо. А как это быть ведьмаком? Лучше тебе не знать. Было бы лучше не знать, я бы не спрашивал. Ну, говори. Тебе бы не понравилось. Да, походу, это будет весёлая миссия. На свадьбе. Но миссия это будет уже в следующей серии. Так что чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...